Как вылезти из долгов и как же, собственно, перестать вообще в эти долговые ямы попадать? У меня достаточно много людей в жизни было, знаешь, те, которые живут в постоянных долгах. Для них, когда они живут в долгах, это норма. В долгах, как в шелках, знаешь такое? То есть, когда у тебя есть большой кредит, и ты, в общем, постоянно перебиваешься от кредита к кредиту. Понятное дело, что с каждым годом, с каждым днем твои долги просто увеличиваются. В основном по разным причинам попадают люди. Начинают жить там не той жизнью, на которую они реально могут себе позволить. Начинают получать большое какое-то, что ли, наследство, да, что в итоге их приводит к тому, что они абсолютно теряют. Начинают там пить, начинают играть в автоматы игровые, да, какие-то казино, еще что-то. Ну, масса причин на самом деле, да. Как же, собственно, вылезти из ямы, да, долговой? Ну, самое первое, да. Очевидно, что нужно начать зарабатывать больше. Просто надо начать зарабатывать больше, да. Если ты зарабатываешь 15 тысяч, ну, к примеру, ты получаешь 15 тысяч гривен в месяц, а долгов у тебя, ну, 500 тысяч или миллион. Ну, понимаешь, ты никогда не вылезешь с этих долгов. Тебе просто надо начать зарабатывать по 50, по 100 тысяч. Находить такие лазейки, где ты будешь зарабатывать законным путем. Почему так происходит, да? Почему, если ты не поднимешь свой ежемесячный доход или ежедневный, кому как удобно, ты не вылезешь с долгов, потому что тебя постоянно будут тревожить, тебя постоянно будут вытаскивать из зоны комфорта. Ну, люди, которым ты должен. Или банки, или еще что-то. И ты постоянно будешь понимать, что сколько бы ты не зарабатывал, ты все равно, тебя будут окружать враги, так называемые, да. Бывшие друзья, бывшие там, я не знаю, хорошие знакомые, а нынешние люди, которые тебя терроризируют, чтобы ты отдал деньги. Потому что, знаешь, ну, просто начать зарабатывать нужно больше, да. Думать в этом русле, как начать зарабатывать больше. Не как там украсть, не как кого-то обмануть, не как погасить кредит кредитом, не как взять мини-кредит для того, чтобы прожить сегодняшний день. Во-первых, понять, что ты обосрался, это в первую очередь. Потому что пока ты этого не поймешь, ну, ничего не будет происходить. Во-вторую очередь, придумать, как ты будешь выходить из этой жопы. Ну, понятное дело, что на определенный промежуток времени тебе необходимо будет сократить свои расходы. Или по-другому уж можно думать, да, как начать зарабатывать столько, чтобы твоя жизнь не пострадала, и ты начал отдавать долги, понимаешь? Ну, в режиме, когда тебе нужно сейчас через 2 часа отдать 20 тысяч, ну, какую-то сумму, да, то эти слова не имеют никакой ценности, да. Ну, когда ты выдыхаешь, когда ты какой-то гасишь кредит, долг, и выдыхаешь, и начинаешь думать, как жить дальше, то, ну, давай так, самое первое. Обзвони всех, кому ты должен, и определи, когда ты сколько и какую сумму будешь отдавать. Второе, даже, наверное, это будет второе, а первое, определи, сколько ты будешь, а первое, определи, откуда ты будешь зарабатывать эти деньги, да, чтобы ты не был в режиме, знаешь, когда просыпаешься, так, так, надо быть как наркоман, знаешь, дозу, нужно дозу быстренько намутить сегодня, а потом, ну, как-то оно будет. То есть четко надо понять, откуда ты сколько будешь зарабатывать. Если ты не получаешь на этой работе такого дохода, чтобы мог себя обеспечить, это не твоя работа, уходи оттуда. Ты иначе просто себя загоняешь в долговую яму. Значит, первое, да, определиться, откуда ты будешь зарабатывать. Второе, договориться с тем, кому ты должен, когда ты будешь ему что и сколько отдавать. Третье, третье, собственно, внедрить эту систему в жизнь, отдавать по 5 долларов, по 10, по 100 долларов, да, начинать рассчитываться, потому что сегодня это для тебя будет казаться, ну, что такое 5 долларов, да, в неделю отдавать, к примеру, а в месяц это 20 долларов. Наверняка, если ты в долговой яме, то у тебя есть вредные привычки. Наверное, прям нулевой уровень поубирать от себя эти все негативные привычки, и тогда жизнь твоя наладится. Вот, и самое главное, хочешь вылезти из жопы, начни зарабатывать больше, начни создавать ценность. Ну, ценность это такое слово, знаешь, какое-то мифическое. Просто ты должен зарабатывать, к примеру, если у тебя расходов 50 тысяч, то ты должен зарабатывать 150 тысяч, чтобы в какой-то момент ты понимал, что у тебя есть подушка безопасности денежная, и что твои ценности не ущемляются. Не ущемляются ни тем, что, допустим, если ты должен кому-то деньги, или даже не должен, тебе нужно себя обеспечить или семью свою обеспечить, то ты пойдешь на абсолютно любую работу. Вот просто на любую работу для того, чтобы себя обеспечить и семью, чтобы, ну, не умереть, да? Ты не думаешь, когда у тебя состоит выбор, жить или не жить, ты не думаешь о том варианте, типа, ну, а как, о том, что не жить. Ты, понятно, думаешь, сразу думаешь о том, как можно выжить. Поэтому, поэтому вот так, да. Вылазь долгов с кредитных ям, и, собственно, что, да, убирай все вредные привычки, ставь лайк, подписывайся на канал. Пока-пока, до связи.